Сегодня в Севастополе наградили представителей исполнительной власти, сотрудников Севастопольской прокуратуры и МЧС. Грамотой вручил губернатор Дмитрий Овсяников. В числе награжденных директор Департамента транспорта Игорь Титов, глава Департамента труда и соцзащиты населения Станислав Борисенко, помощник прокурора Сергей Неудахин. Хочу сказать всем огромное спасибо за работу, за взаимодействие. У нас очень было много острых вопросов в этом году, очень много стояло задач, очень тяжелые были проекты. В следующем году предстоят еще более тяжелые проекты. Очень много стоит проектов у каждого из вас. Я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Пожелать, чтобы вы набрали сил за эти новогодние праздники. И в следующем году мы достигли новых результатов, крепкого здоровья, счастья, с наступающим Новым годом и Рождеством. И о подготовке к праздникам. С 25 декабря в Севастополе введен режим повышенной готовности в связи с празднованием Нового года и Рождества Христова. Действие режима продлится до 9 января. На аппаратном совещании сообщили, все коммунальные и дорожно-транспортные службы города готовы к работе в выходные. По городу введено круглосуточное дежурство. Единая городская аварийно-диспетчерская служба ПАО «Севастополь-Газ», «Севтеплоэнерго» в круглосуточном режиме 8 аварийных бригад, работ по 8 аварийных бригад. ГУПС «Водоканал» 15, «Севастополь-Энерго» 9 дежурных бригад и 102-я ПЭС 4 дежурных бригады. Созданы аварийные бригады в управляющих компаниях. Особое внимание уделят санитарному состоянию города в новогодние праздники. Кроме того, на этот период утвержден график проверки санитарного состояния жилищного фонда. Также обсуждали транспортное сообщение в городе. В новогоднюю ночь будет обеспечена бесперебойная работа городского общественного транспорта на всех основных городских маршрутах. Движение катеров и паромов вперед с 30 декабря по 8 января будет осуществляться в соответствии с расписанием выходных и праздничных дней. 31 декабря и 1 января будут введены дополнительные рейсы катеров. В продолжении темы отсутствие снега и льда не помешает севастопольцам провести новогодние праздники в настроении традиционных русских забав. На площади Нахимова установили необычную горку. Белую конструкцию стилизовали под снежную горку. Прокатиться на ней можно только на специальной надувной подушке. Для безопасного приземления мягкие коверы и блоки из сена. Главная новогодняя горка работает ежедневно с 12 до 20 часов до 16 января. Группы по 15 человек запускают каждые 15 минут. Аттракцион бесплатный и ждет всех, кто готов отведать южной русской зимы. В Нахимовском военно-морском училище прошел новогодний бал. Полонез, вальс, польку, кадриль исполнили около сотни пар. Во время праздника провели концерт с участием творческих коллективов города. Как это было, увидела Светлана Федодеева. Эта пара на паркете не впервые. Волнения уже нет. Нахимовец Александр Кот в партнерши взял Марию Сорокину. Она классической хореографией занимается 10 лет. На новогоднем балу пара готова блистать. Я слышала, что будут выбирать пар вала, короля и королеву. И поэтому присутствует волнение. Хочется стать королем и королевой. Будем стараться. Девушки в длинных платьях и галантные кавалеры. Открыли новогодний бал полонезом. Станцевали под играс, московскую польку, вальс и другие историко-бытовые танцы. И без игр не обошлось. Участники бала исполнили ручеёк. Порядка сотни пар танцевали на новогоднем балу. Участники – старшеклассники. Танцевать на этом балу считается честью. Готовились месяц. Каждую неделю по два часа репетиций. Очень мало ребят с хореографической подготовкой. Поэтому мы стараемся обучить всех. Это в плане гармоничного развития личности. Потому что у нас существует дополнительное образование в училище. Поэтому мы стараемся обучить ребят элементарным нормам этикета. И элементарную хореографическую подготовку. Конкретно историко-бытовые танцы. Балы в Нахимовском училище уже стали традицией. И следующего танцевального торжества долго ждать не придётся. На новогоднем балу побывали Светлана Федодеева и Андрей Вовк. Специально для информационного канала Севастополя. В Севастополе наградили активистов за сотрудничество с ГОВС автоинспекцией. Жители города, которые сообщали о нарушениях правил дорожного движения, встретились с начальником ГИБДД Севастополя Денисом Разорёновым. Активистов наградили благодарственными письмами и билетами на спектакль в культурно-информационный центр. По словам представителя ГОВС, неравнодушные граждане помогают остановить потенциального правонарушителя и предотвратить аварии. Концерт для Севастополя. Так своё турне по стране завершает советская и российская рок-группа «Крематорий». В следующем году коллективу исполнится 35 лет. Юлия Баузькова побывала на концерте и узнала, что помогает группе не терять популярность. Подробнее о концерте и эксклюзивном интервью для нашего телеканала с основателем и лидером группы в следующем сюжете. Осенний тур по стране группа «Крематорий» приурочила к 30-летию написания и записи альбома «Кома». Музыкальные композиции этого сборника стали для коллектива знаковыми. Записали альбомы, и вдруг получилась такая всемирная известность. Я впервые стал получать письма из острова Ява, например. Или первые письма пришли из Мексики. Люди, которые даже не знали языка, вдруг стали понимать, что, оказывается, есть там рок-н-ролл, есть такая группа «Крематорий». И есть еще некое количество альбомов, которые отражали ту самую ситуацию, время, в котором мы жили. Например, «Кома» — это то же самое, что и взгляд художника по странам. Страна испытывала именно такое состояние. Про «Крематорий» часто говорили как про самую нетипичную из всех отечественных рок-групп. И в то же время они всегда собирали полные залы и стадионы фанатов. На севастопольском концерте желающих вживую услышать известных рок-звезд оказалось более чем достаточно. У основателя и солиста группы Армена Григоряна мы узнали, в чем секрет успеха группы. Никто не знал, что это продлится так долго. Вы понимаете, если бы я представлял себе эту перспективу, вряд ли мы назвали группу так вот весело. Просто, мне кажется, нужно жить, как сказано в песне «Безобразная Эльза» сегодняшним днем. Не строить планы, чтобы не доводить Господа Бога до гомерического смеха, а просто пытаться делать то, что тебе хочется – жить или создавать иллюзию свободы вокруг себя. Наверное, это вот самое главное. Да, и быть искренним, конечно, потому что без этого люди тебя не поймут. Помимо хитов и своих популярных альбомов, фанатам в этот вечер представили и несколько премьер. Благодаря новинкам группа в очередной раз доказала – их творческий путь в самом разгаре. Юлия Войскова и Андрей Глушенко. Информационный канал Севастополя. Наши журналисты готовят расширенное интервью с основателем и лидером рок-группы «Крематорий». Подробный репортаж смотрите на нашем телеканале через несколько дней. Теперь о спорте. В минувшее воскресенье на базе спорткомплекса «Севгоу» прошел первый открытый чемпионат и первенство Крыма и Севастополя по боевому самбо. 130 участников, из которых 42 севастопольца, боролись за право представлять полуостров на чемпионате России 2018. Подробности в сюжете. Здесь собрались самбисты из семи городов полуострова и Геленджика, в том числе воспитанники базового клуба единоборств «Князь Владимир», участникам от 8 до 18 лет. Вообще, боевое самбо – это такой универсальный вид спорта. Спортсмены, которые тренируются, выступают, успешно выступают и в смешанных единоборствах, и в армейском рукопашном бое, и в тайском боксе, и выигрывают. В Севастополе этот турнир уже седьмой. Федерация боевого самбо России организатором выступает во второй раз. Эти соревнования – отборочный этап для чемпионата страны. В мае 2018 года севастопольцы впервые примут в нём участие, а также станут хозяевами мероприятия. В этом году была создана Федерация боевого самбо Севастополя. Мы молодая организация, которая вошла во Всероссийскую федерацию боевого самбо. Соответственно, нам дают такое право на проведение чемпионата России. Утверждение, что боевое самбо – только мужской вид спорта, считает абсолютно неверным девятилетняя Настя. Занимается всего год, но на её счету уже множество побед и мечты о чемпионате мира. Папа у меня занимался, он мне повел на одну тренировку, мне очень понравилось, и я сказала, что это моя профессия, или моё, и я начала заниматься потихоньку. И стала выигрывать мальчиков. Ты всегда борешься именно с мальчиками? Ну да, и дерусь с мальчиками. Я привыкла с мальчиками драться. Девочек когда соперницы не было? Было, но они как-то слабенькие очень. Почётным гостем чемпионата в Севастополе в этот день стал вице-президент Федерации боевого самбо России и президент Северо-Западной Федерации боевого самбо Михаил Смирнов. В наш город он прибыл для аттестации судей Севастопольской Федерации. Хорошая организация, хорошая база у них очень. Поэтому, я думаю, есть все условия развивать боевое самбо в Севастополе. Победители первого открытого чемпионата и первенства республики Крым и Севастополя определились индивидуально. Но в общекомандном зачёте первое место заняли самбисты Севастополя. Марина Кравцова, Юлия Буськова, Мария Буйлова, информационный канал Севастополя. Теперь о программах на нашем телеканале. Новый выпуск проекта «Травы Крыма». В каждом рассказываем о растениях полуострова, о сколько видов растёт в Крыму и в какое время года и где их можно увидеть. В этом выпуске вы узнаете про душицу. Душица Душица растёт в горном Крыму на лесных опушках, полянах, среди кустарников. Крымская душица отличается более мягкими цветами и более округлыми листьями. Душица цветёт в июле-августе, плоды созревают в сентябре. Из душицы готовят варенье и квас, используют траву как приправу. В народной медицине отвар из душицы применяют при эпилепсии, судорогах, болях в животе и ревматизме. Отвар душицы придаёт бодрости, улучшает настроение, его пьют после обморока, при бессоннице и общей слабости. И о погоде. Как сообщают синоптики, 25 декабря в Севастополе переменная облачность, ночью небольшой дождь, днём без осадков. Ветер северо-западный 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7 градусов, днём плюс 9, плюс 11. 26 декабря в городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8, днём плюс 10, плюс 12 градусов. И на этом пока всё. Телефон редакции 54-51-12. Все новости на сайте xtv.ru. Следите за развитием событий вместе с нами. В студии был Дмитрий Дудко. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!